я приветствую всех зрителей подписчиков канала банковский наша сегодняшняя тема как объявить себя банкротом по кредитам и избавить себя от долгов процедура банкротства для физических лиц чтобы объявить себя банкротом у вас есть два варианта либо же подать заявку через мфц если ваша задолженность не превышает 500 тысяч рублей долга либо же подавать заявку в суд если если ваша задолженность превышает 500 тысяч рублей что касаемо мфц то там нужно собрать комплект документов отправить их в мфц и соответственно ждать решения что касаемо суда суда то там немножечко больше процедур которые нужно выполнить да и там несколько шагов для того чтобы перейти к той стадии когда вас объявят банкротом поэтому касаемо стадии через суд до банкротства я вам сейчас расскажу первый шаг это сбор документов и подготовка заявления о банкротстве вам необходимо будет собрать пакет документов паспорт снилс пенсионные и ннн трудовая книжка какие-то недостающие документы можно будет скачать на портале госуслуг справку о состоянии задолженности в банках нужно будет запросить именно в отделении банка на сайте можно найти на любом шаблон для того чтобы заполнить заявление о банкротстве физического лица данном заявлении нужно изложить все причины по которым они привели вас к банкротству и не платежеспособности указать актуальный размер задолженности кроме заявления вам необходимо подготовить реестр кредитов опись имущества ходатайство об исключении имущества и дохода из конкурсной массы затем нужно внести сразу же денежные средства на депозит суда после этого нужно отправить заявление о своем банкротстве можно отправить лично либо же через почту далее второй шаг это подача документов в арбитражный суд принятие судом дело и назначение заседания заполненное заявление со всеми приложенными документами нужно отправить в суд по месту вашей регистрации далее третий шаг это судебное заседание о признании гражданина банкротом и введение банкротства физическому лицу если вы самостоятельно решили проводить такую процедуру то вам нужно явиться в суд обязательно особенностью процедуры банкротства введение физическому лицу процедуры реструктуризации указанная процедура регулируется законом о банкротстве физических лиц однако есть с момента ее введения должник еще не является банкротом на первом судебном заседании судья должен выяснить подходит ли гражданин к условиям банкротства чтобы подходить к условиям банкротства должно быть выполнено 2 условия выполнено то есть у вас должна быть сумма более 500 тысяч рублей за должности и просроченные платежи не менее 30 дней если гражданин проходит по этим критериям то тогда ему назначается финансовый управляющий который делает запросы во все кредитные организации проверяет имущество у должника и после того как все документы будут собраны и все кредитные организации будут оповещены управляющий предоставляет в суд отчет о возможности списания либо же не списание долгов гражданина отчет рассматривается на финальном судебном заседании ну и четвертый шаг это освобождение гражданина от долгов свое решение на судебном разбирательстве судья вводит на основании отчета финансового управляющего а также на основании доказательств приявленных к делу и решение арбитражного суда отправляется всем кредитным организациям всех кредитов которые были у должника а под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебетовые карты вы можете ознакомиться а это видео было снято специально для канала банковский если оно вам было полезно не забывайте ставить палец вверх обязательно подписывайтесь на канал и всем до новых встреч пока пока